Руководитель движения «Велосамара» Роман Еремкин увлекся велосипедом, еще будучи студентом. Так он смог сэкономить не только деньги и время на дорогу до университета, но и укрепить физическую форму. Роман уверен, велосипед – один из самых безопасных видов транспорта в условиях самоизоляции. Ведь человеку не приходится контактировать с другими людьми по дороге на работу. В любом случае, в общем, в транспорте, хоть и до самоизоляции, можно было и гриппом заразить, потому что явно кто-то подкашляет, кто-то чихнул, еще что-то. А на велосипеде ты едешь в своем транспорте, и никакого внешнего контакта нет. Ну и плюс дополнительная физическая зарядка, что укрепляет иммунитет в целом. Несмотря на все плюсы, руководитель спортивно-туристического клуба предостерегает велосипедистов от другой опасности – интенсивного движения на дорогах. Мы прекрасно понимаем, что велосипед такой же участник дорожного движения, и у него есть и права, и обязанности. То есть и спешивание, если зебра по ней, да, красный, светофор зеленый, все как обычно. То есть здесь мы работаем и сами проводим профилактические беседы, мероприятия, и совместно с ГИБДД также встречаемся, и иногда проводим разъяснительные беседы с отдельными гражданами. Количество аварий в регионе с участием велосипедистов снизилось на 32%, но это не говорит о том, что самарцы могут расслабиться. Сотрудники ГИБДД просят горожан соблюдать правила дорожного движения и надевать экипировку со светоотражающими элементами. Кроме того, полицейские рекомендуют водителям обращать пристальное внимание на велосипедистов. Велосипедист, как правило, у нас передвигается со скоростью 20-30 км в час. Это быстрее, чем пешеход. Поэтому необходимо быть внимательным, осторожным и снижать скорость вплоть до остановки транспортного средства. С начала года в Самарской области в ДТП пострадали 15 велосипедистов. 13 получили травмы различной степени тяжести. Еще двое скончались. Самара-ГИС рекомендует горожанам быть внимательнее на дорогах. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.